История девочки, которая шла за своей мечтой. Ее стремительное превращение в суперзвезду. Побег длиною в жизнь. И ужасающие человеческие страсти, приведшие к виселице. Друзья, это Архив Икс. Я рад вас снова приветствовать. Мы привыкли видеть знаменитости улыбающимися, счастливыми и успешными. Они всегда окружены восхищенными поклонниками. Их жизнь представляется многим сказкой, в которой нет места простым человеческим бедам. А если что-то случается, они всегда могут решить это с помощью денег и связей. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Но прежде небольшой анонс. Друзья, как вы знаете, я музыкант. И достаточно давно занимаюсь музыкой. На канале моей группы Бэтманки недавно вышел новый клип. Я хочу вас пригласить посетить канал. И если вам понравится наше творчество, подписаться. Буду рад вас там видеть. Переходите, слушайте, смотрите и подписывайтесь. Ссылка будет в описании к этому видео, а также QR-код на экране. А теперь к делу. Наша история берет свое начало в Ливане, городе Бейрут, в 1977 году. Здесь в небольшой семье родилась будущая известная ливанская певица Сюзанна Томим. Девочка была гиперактивным ребенком с самого детства. К сожалению, часто она становилась свидетелем ссор отца и матери, которые происходили в семье с незавидной регулярностью. Что в конце концов привело к их разводу и особенно сильно повлияло на Сюзанну. Она жила с отцом все детство и годы старшей школы прошли у девочки без матери, что не могло не отразиться на ребенке. Но будучи очень целеустремленной личностью, Сюзанна закончила школу и поступила на учебу в фармацевтический колледж. В это время она знакомится с парнем по имени Али Музанар. Повстречавшись около года, они поженились. Но это в большей степени произошло не из-за желания молодых людей. Они были готовы еще какое-то время пожить вне брака. А в первую очередь из-за давления семьи как парня, так и девушки. Традиции здесь сыграли свою решающую роль. После замужества Сюзанна ушла из колледжа, решив посвятить всю себя своему давнему увлечению, а именно пению. У девушки был уникальный узнаваемый голос, и она всем сердцем хотела стать известной певицей. И однажды у Сюзанны появилась возможность проявить себя. Она подает заявку и проходит прослушивание на телевизионный проект студио Эльфан. Аналог шоу «Голос» и тому подобных проектов. Это был один из самых популярных музыкальных проектов того времени на ливанском телевидении. В 1996 году Сюзанна проходит отбор на проект и впоследствии побеждает в нем, заняв первое место. Поразив жюри оригинальным тембром своего голоса и удивительными вокальными данными. Наконец у Сюзанны появился шанс пробиться на большую сцену. Саймон Асмар, генеральный продюсер шоу, предложил начинающей певице контракт, который та без колебаний подписала. Это была ее мечта, и Сюзанна была на седьмом небе от счастья, от открывшейся перед ней перспектив. Однако не все разделяли ее энтузиазм по поводу карьеры в шоу-бизнесе. И первым жестким противником этого стал отец девушки. Он запретил ей заниматься пением, объясняя это тем, что она еще очень молода. На тот момент Сюзанне было 19 лет и не понимает, куда ввязывается. Он говорил, что чувствует, что эта дорога не для нее и приведет только к беде. Муж Сюзанны, Али, также был против увлечения начинающей певицы. Вместе с отцом они старались остановить ее. Это приводило к громким ссорам внутри семьи, но девушка стояла на своем. Сказав, что пение – это ее страсть, и ничто не остановит ее на пути к мечте. Сюзанна подписала 10-летний контракт со студией «Эльфан», дав этим начало своей профессиональной карьере в шоу-бизнесе, выпустив свой первый сингл. Сюзанна очень быстро стала популярной певицей у себя на родине. Рекламные контракты и предложения выступлений стали сыпаться со всех сторон. Девушка начала зарабатывать, и зарабатывать хорошо. К сожалению, как это часто бывает, восходящая звезда стала замечать, что с появлением денег люди ее окружающие стали пользоваться дружбой с ней ради извлечения собственной выгоды и обогащения. Самые близкие люди, отец и муж, стали ссориться между собой из-за денег, что зарабатывала Сюзанна. Отец изначально, как мы помним, был категорически против увлечений своей дочери. Но как только в этом уравнении появились деньги, его взгляд на ситуацию изменился. Он требовал отдавать ему процент с каждого выступления дочери и с каждого контракта, объясняя это тем, что она должна помогать семье. Сюзанна не отказывалась помогать, но посылы давления, с которым родной отец требовал денег, сильно угнетали и раздражали девушку. Примерно так же вел себя и ее муж. Не желая этого терпеть, Сюзанна решает развестись и просит у Али развода, но тот его не дает. Стоит уточнить, что в Ливане преобладает система разделения по религиозному признаку. Поэтому брачный договор и последующий развод и распределение наследства после смерти отличаются от большинства стран мира. В Ливанской республике существует 18 признанных на государственном уровне религиозных общин в соответствии с Конституцией, и они принадлежат к христианской, исламской и иудейской религиям. Каждая религиозная община имеет свои суды по разводам, так что в случае заключения брака перед христианскими церковными властями развод происходит в духовном суде. А если брак зарегистрирован в присутствии шейха, развод имеет место в шариатских судах. Каждая конфессия применяет свой собственный закон. В связи с этим развод может стать долгим и очень трудным процессом. Сюзанна несколько раз просила мужа дать ей развод, но тот всегда отказывал ей в этом. Поэтому девушка обратилась в суд, решив разбираться с Али в правовом поле. Она утверждала, что супруг эксплуатирует ее, требуя денег. Проблемы копились как снежный ком. И Сюзанна принимает решение переехать во Францию на какое-то время, чтобы отцу и мужу было сложнее влиять на нее и оказывать давление. Во Франции певица знакомится с мужчиной по имени Адель Маатук. Адель был известным ливанским бизнесменом и владел одной из крупнейших продюсерских компаний, производя контент для телевидения. Сюзанна рассказала Аделю о своих проблемах с мужем и в целом с семьей. О том, что супруг не дает ей развод и сейчас идет судебная тяжба по этому поводу. Адель был опытным продюсером и, услышав голос Сюзанны, понял, что эта девушка очень талантлива и может далеко пойти. Мужчина предлагает ей помощь. Он объяснил, что может помочь ей развестись с мужем и решить эту проблему. А она, в свою очередь, подпишет контракт с его агентством, чтобы впоследствии он мог продюсировать всю дальнейшую карьеру певицы. Девушке ничего не оставалось, как согласиться на это. И Адель заплатил полтора миллиона Али, мужу Сюзанны, лишь за то, чтобы тот дал развод. Также была проблема с контрактом, который молодая певица подписала в Бейруте со студией Эльфан. Срок этого контракта составлял 10 лет и еще не истек. Адель также заплатил издержки и штраф за досрочное расторжение контракта, после чего Сюзанна подписала с его компанией 15-летнее соглашение на продюсирование. А также Сюзанна вышла за продюсера замуж. Нам неизвестно, было ли это условием контракта, который, находясь в очень уязвимом положении, подписала девушка, или действительно у них были чувства. Друзья Сюзанны утверждали, что у пары была взаимная симпатия, и в этот период, оказанная Аделем помощь, естественно, сильно расположила к нему начинающую певицу. Независимо от причин, по которым состоялся этот союз, к сожалению, это не спасло от проблем Сюзанну. Только добавив новых. Восемь месяцев спустя, все пошло по тому же порочному кругу. Адель начал использовать популярность Сюзанны, так же, как раньше это делал ее отец и муж. Естественно, это привело к ссорам между парой. Очередной раз певице пришлось просить развода уже у второго мужа, и тот, как вы понимаете, отказался наотрез его давать. Оказывая на супругу давление подписанным ей контрактом. Сюзанне все сложнее и сложнее было переносить эти ссоры психологически. Девушка не могла поверить, что вляпалась в ту же самую ситуацию, из которой не так давно выбралась, и ей предстоит пройти очередной раз через весь этот ужас. И как и в прошлый раз, ощущая себя загнанной в ловушку и не имея возможности как-либо изменить ситуацию, Сюзанна принимает решение бежать. Она отправляется в Египет, в свою квартиру в Каире. Адель был взбешен бегством супруги и начал преследование, желая отомстить беглянке всеми возможными способами. А поскольку у известного продюсера был контракт с супругой, он юридически мог запретить любые ее выступления и творческую деятельность на территории Египта, Ливана и мира в целом, оставив певицу без возможности заработка и, что еще хуже, без любимого всей душой дела жизни. Он запретил всем музыкальным каналам трансляции клипов с артисткой, а также и упоминания в каких-либо СМИ. Адель преследовал супругу и на территории Египта. Он несколько раз приезжал к ней домой, стараясь попасть в квартиру и устроить скандал, всячески усложняя ее жизнь. Кроме того, он обвинил Сюзанну в краже 35 тысяч долларов, подав заявление в египетскую полицию с просьбой экстрадировать певицу обратно в Ливан. Проблемы были повсюду, и в центре всего этого была одна Сюзанна, без поддержки родственников и друзей. Беглянка действительно была задержана египетской полицией, но, разобравшись в деле, была доказана ее невиновность и девушку отпустили. Тем не менее, она все так же оставалась в ситуации, когда не могла работать, а муж даже и не думал прекращать ее преследование. В свой день рождения в египетской квартире Сюзанны собрались ее самые близкие друзья и родня. Они сидели, обсуждая, как помочь ей в сложившейся ситуации. Неожиданно раздался стук в дверь. Именинница открыла и увидела стоящего на пороге Аделя Маатука. Она попыталась прогнать мужчину. У пары завязалась перепалка, переросшая в драку. На день рождения присутствовала мать Сюзанны. Она заступилась за дочь и Адель ударил ее. В конце концов, мужчину выгнали из квартиры. Сюзанна не знала, что делать. Она была загнана в угол непрекращающейся травли. История с преследованием мужа так и продолжалась длительное время. То переходя в активную фазу, то на время затихая. В 2005 году певица знакомится с египетским бизнесменом по имени Хишам Талаат. Мужчина был миллиардером и владельцем крупного агентства недвижимости. Одного из крупнейших на Ближнем Востоке. Также он был сенатором, очень уважаемым и известным человеком в Египте. Сюзанна в одной из бесед поведала ему всю сложную историю взаимоотношений с мужчинами. Что произошло между ней и Аделием Малатуком. И как он, используя контракт, фактически закрыл ей карьеру в шоу-бизнесе. Услышав это, Хишан сказал, что может помочь ей решить все проблемы. Где-то мы это уже слышали с вами. И вот во второй раз у Сюзанны не осталось никакого выбора, как согласиться на помощь и принять его предложение. Надеясь, что на этот раз судьба и улыбнется, и она вернется к нормальной жизни, продолжив карьеру. Но, к сожалению, это было не так. Хишан Талат оплатил Аделю все издержки по расторжению контракта с Сюзанной. Шаг за шагом, решая все проблемы певицы, что преследовали ее все это время. Наконец, к Сюзанне стало возвращаться спокойствие, и она могла позволить себе мирно жить, не оглядываясь по сторонам. Но спокойная жизнь длилась недолго. И как только все проблемы были решены, Хишан заявил, что хочет жениться на ней. Сюзанна была шокирована таким предложением и наотрез отказалась. Но мужчина настаивал. Он раз за разом возвращался к этой теме и даже имел разговор с отцом певицы, стараясь убедить того, что он должен выдать дочь за него замуж. Но Сюзанна не соглашалась ни на какие увещевания. Дошло до того, что Хишан нанял охранников, которые следили за женщиной, преследуя ее повсюду. Ситуация продолжала накаляться. И измученная, и доведенная до отчаяния женщина решает, угадайте что? Конечно же, бежать уже в третий раз. Она улучила момент, когда охранников не было рядом и, купив билет на самолет, улетела в Лондон. Когда Хишан узнал об этом, он пришел в дикую ярость. Поклявшись, не оставить этот поступок безнаказанным и либо он вернет ее, либо разрушит ее жизнь. И это были не пустые слова. Угрозы долетали до певицы в Лондоне. Хишан звонил ей и уговаривал вернуться, обещая, что если она это сделает, все будет в порядке и все обиды будут забыты. У Сюзанны все больше рос страх за свою жизнь. Все сильнее ухудшалось ее психологическое состояние. Она несколько раз попадала в больницу. Эмоциональное перенапряжение стало сказываться и на физическом здоровье певицы. Несмотря на все невзгоды, она верила, что рано или поздно черная полоса закончится и она выберется из всех переделок. В Лондоне женщина знакомится с Риядом Алазави. Рияд был боксером иранского происхождения и в то время жил в Лондоне. В 2007 году молодые люди поженились. Сюзанна нуждалась в мужском плече и защите и, вероятно, нашла это в Рияде. Возможно, она рассчитывала, что этот брак поможет ей решить проблемы в Египте. Но, к сожалению, он привел к совершенно обратному. О ее браке узнал Хишат Талаат. Угрозы с его стороны стали принимать опасный для жизни Сюзанны характер. Дошло до того, что он отправил своих людей в Лондон, предупредив, что либо певица женится на нем, либо он покончит с ней. Сюзанна продолжила жить с мужем в страхе из-за непрекращающихся угроз и преследования. Певица, в конце концов, обратилась в лондонскую полицию, описав ситуацию. Правоохранители крайне серьезно отнеслись к словам женщины и установили в ее квартире специальную сигнализацию, а также выдали телефон для экстренной связи с группой быстрого реагирования. Так прошло полтора года, у супругов начали возникать разногласия. По непроверенным данным, Сюзанна уличила супруга в измене и, естественно, развелась с ним. Ее больше ничего не держало в Лондоне. И давайте вместе угадаем, что она сделала. Верно. В четвертый раз женщина переезжает, на этот раз в Дубай. Убегая от своих проблем, каждый раз она рассчитывала, что с переездом ее жизнь наладится и войдет в привычное русло. У певицы была квартира в Дубае, в здании, под названием Али Римал. Певица проживала там одна и перманентно пребывала в состоянии страха. У нее не было знакомых в Дубае, кроме двоюродного брата, который был посвящен в ее сложную историю. И ежедневно навещал сестру, чтобы удостовериться, что с той все в порядке. 28 июля 2008 года он позвонил, как обычно, чтобы узнать, как дела у сестры. Но та не взяла трубку. Это было странно. Она всегда отвечала на звонки брата. Парень сразу же отправился к ней в квартиру, взяв с собой охранника, дежурившего на входе в жилой комплекс. Войдя в апартаменты сестры, мужчины были потрясены ужасной сценой, что предстало перед ними. Сюзанна лежала на полу с чудовищными ножевыми ранениями. Прибывшая на место полиция сразу же приступила к расследованию. Отсмотрев камеры видеонаблюдения, они смогли отследить возможного убийцу. Камеры засекли мужчину среднего роста в кепке и сумке в руках. Он вошел в здание и поднялся на лифте на 22 этаж. Затем он вошел в квартиру Сюзанны и через некоторое время вышел оттуда, но уже в другой одежде. Далее он спустился по лестнице на 21 этаж и бросил сумку в мусоропровод. Затем спустился на лифте и покинул здание. Полиция проверила мусоросборник и нашла сумку. В ней была одежда с пятнами крови. Это указывало, что человек, попавший на камеру, убийца. Исследовав одежду, криминалисты обнаружили конверт с именем и адресом погибшей. А также на сумке была бирка, выпустившая ее фирмы с серийным номером. Полиция начала искать по нему и очень скоро стало известно, где и кем была куплена эта сумка. И это был очень глупый прокол убийцы. Владельцем сумки оказался Махсен Аль Сакари, бывший офицер полиции. Он купил эту сумку со своей банковской карты, что сразу и крепко связало его с убийством. Следователи также выяснили, что в этот же день с этой карты мужчина купил нож, который впоследствии так и не нашли. Также оперативники выяснили, что в течение месяца предшествовавшего убийству Хишан с Махсеном около пяти раз разговаривали по телефону. Из общего контекста их разговора было ясно, что они следят за кем-то в Лондоне и Дубае и планируют избавиться от этого человека. В день убийства у них был разговор, продлившийся менее одной минуты. В нем Хишан спрашивал о новостях у своего охранника и тот попросил дать ему еще пару дней. Собрав все эти доказательства, полиция получила ордер на арест Махсена. Но в это время он уже находился в Египте. Полиция Дубая передала запрос египетским коллегам и они незамедлительно совершили арест. При обыске в квартире Махсена Аль Сакари в духовке его плиты было обнаружено полтора миллиона долларов. Но давайте ответим на вопрос, как же произошло это ужасное убийство. За день до трагедии Махсен позвонил Сюзане и представился сотрудником компании застройщика Али Римал, компании, которой принадлежало это здание. Он объяснил, что ему нужно доставить ей документы, касающиеся собственности. Возникает вопрос, откуда он знал ее адрес. Все очень прозаично. Хишан помогал купить Сюзане эту квартиру в Дубае и знал ее точный адрес. На следующий день после звонка певицы Махсен отправился в это здание. Он миновал охрану, объяснив на посту, что он сотрудник компании, что владеет домом и доставляет документы. Он поднялся на этаж Сюзанны и постучался в дверь. Женщина была предусмотрительной и сразу не открыла ее, спросив, кто там и посмотрела в глазок. У убийцы была в руках сумка, та самая, которую он после совершенного выкинет в мусоропровод. На ней был нанесен логотип компании владельца жилого комплекса. Он представился и поднял сумку с надписью на уровень глазка. Сюзанна увидела это, и уловка сработала. Она открыла дверь. Убийца сразу напал на певицу. В отчете судмедэксперта отмечалось, что на руках Сюзанны есть следы, указывающие на то, что она боролась с нападавшим, пока не потеряла сознание. После этого Масхен переоделся в чистую одежду, а окровавленную положил в сумку и выкинул ее в мусоропровод. Масхена Аль-Сакари задержали, и он сразу признался в убийстве. Все улики неопровержимо указывали на него. Также он дал показания, рассказав, что заказчиком убийства был Хишан Талаат, заплатив ему полтора миллиона долларов. И это убийство планировалось с тех пор, как Сюзанна сбежала в Лондон. Кроме показаний Масхена против Хишана, у полиции были и другие улики, а именно телефонные переговоры преступников. Хишану Талаату были предъявлены обвинения, он оправдывался тем, что это были рабочие звонки, никак не связанные с убийством певицы. Но всем было очевидно, что заказчиком убийства был именно он. Многие люди недоумевали, как бывший опытный офицер полиции мог допустить такие промахи в сокрытии улик преступления. Такие, как оплата орудия убийства и сумки с собственной кредитной картой. И оставление на месте преступления одежды, в которой было совершено убийство. А также зачем он хранил гонорар за убийство в своей квартире. Но как ни парадоксально, именно эти ошибки использовал адвокат Масхена для его защиты в суде. Адвокат утверждал, что все эти недочеты так нелепы для профессионального полицейского, что все указывает на то, что его подзащитного кто-то старался подставить. Однако все эти попытки оказались тщетными. Масхену Аль-Сакари было предъявлено обвинение в умышленном убийстве, а Хишану Талаату в подстрекательстве к нему. Суд длился два года, и оба преступника были приговорены к смертной казни через повешение. Однако в 2010 году государство выдвинуло 41 дело на пересмотр смертных приговоров, и они были повторно рассмотрены в 2012 году. Приговор был смягчен, Масхена приговорили к 25 годам лишения свободы, а Хишана – к 15 годам тюремного заключения, отменив смертный приговор. Но дальше становится еще интереснее. В 2017 году, всего спустя 5 лет, президент помиловал некоторых заключенных, число которых попало Хишан Талаата. А в 2020 году в очередной список помилованных попал Масхен Аль-Сакари. Итого, заказчик убийства провел в тюрьме 9 лет, а исполнитель – 12. Невероятный путь от виселицы до помилования за жестокое убийство молодой женщины с огромным количеством неопровержимых доказательств. Большую часть своей жизни Сюзанна прожила в страхе, вынужденная скрываться от постоянного преследования и давления. С детства, одаренная прекрасным голосом, у нее впереди было будущее, полное перспектив и творческих достижений. Но жадность людей и эксплуатация привели к ужасному итогу этой так хорошо начинающейся истории жизни перспективной певицы. Друзья, что вы думаете об этом деле? Давайте обсудим в комментариях под видео. Также, если вы хотите поддержать нашу работу, сделать это вы можете через сервис Boosty. Там мы публикуем все дополнительные материалы без цензуры по рассмотренным на канале делам. Подписывайтесь, этим вы нас очень поддержите. Ссылка будет в описании под видео, а также вы видите QR-код на экране. А если вы не смотрели прошлые выпуски, то я советую вам их посмотреть. Слева – выпуск о ужасном деле Лоретты. Справа история о садистском убийстве в Канаде. Я благодарю вас за просмотр. Если этот выпуск был вам интересен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И до встречи в новых историях.